Доброе утро, дорогие друзья! Даже отрочество и юность, в которых были только пейджеры, мне кажется. Нашел палку на улице и играешь тебе нормально. Но современных детей без гаджетов представить практически невозможно. Для них это все-таки определенное окно в мир. Но вот разобраться с тем, как это окно, насколько широко открывается, как много давать возможности, вот и хотелось бы разобраться вместе с вами. Во-первых, давайте начнем определить, нужно плюсы и минусы все-таки компьютерных игр. Есть ли таковые? Есть ли плюсы вообще? Безусловно, есть минусы там, где возникает некоторая избыточность. То есть когда начинает формироваться ущербное поведение, то есть ребенок в ущерб различным другим мероприятиям в своей жизни начинает очень много тратить времени на компьютерные игры. Соответственно, возникает раздражительность, возникает агрессивность, ну, в том числе и по отношению к родителям, если они пытаются запретить или как-то контролировать эту ситуацию. То есть в этих случаях, конечно, мы имеем дело с минусами. Ну, плюс к тому, некоторые возникают физиологические проблемы. То есть, естественно, снижается зрение, естественно, так сказать, может возникнуть сколиоз, что если ребенок сидит неправильно и компьютер расположен как-то, так сказать, неверно. Вот. Я полагаю, что контроль родителей – вот основная, так сказать, проблема. И все проблемы, связанные с вот таким вот избыточным времяпрепровождением за разного рода гаджетами, связаны с непониманием родителями своей роли. То есть очень часто ведь родители сами провоцируют детей на уход вот в эти виртуальные... То есть они меньше занимаются с ними, поэтому... Они не просто меньше занимаются, они вообще не занимаются. Понимаете, ведь это аналог тому, что в прошлом называлось вот таким вот влиянием улицы. Понимаете, если родители не занимаются ребенком... Ребенок занимается улица. Конечно, он находится в подворотне. Вот. В данном случае, так сказать, у него появляется альтернатива, и альтернатива подворотне, в общем-то, уход в виртуальную реальность. Сейчас-то лучше бы в подворотне пошел. Считают родители, да. Вот буквально накануне с приятельницей обсуждали такой нюанс, что она, например, своему ребенку в принципе не позволяет ничем пользоваться, вот, ну, никакими гаджетами. То есть у ребенка вот-вот он пойдет в первый класс, но у него нет ни телефона, ни смартфона, ни планшета, ни компьютера. У них даже телевизора дома нет. И ее позиция вот такая жесткая, ограничительная, что нет табу сплошной, ребенку нельзя. Вот идет, пусть играет, я не знаю, мечом, пусть, я не знаю, сидит тут в шахматы играет. А это тогда, как вы, как психолог, считаете, это нормальная мамская реакция или тоже перебор? Вы понимаете, все же зависит от контекста. То есть если человек погружен в какую-то мистическую или религиозную реальность, то есть он действительно считает это правильным и нужным, то он, соответственно, воспитывает своих детей. Если он привержен к исламу, если он привержен к, не знаю, к сознанию Кришны, это один вопрос. Если речь идет о психопатологических каких-то изменениях личности родителя, не связанных с его идеологическими и религиозно-философскими пристрастиями, ну, наверное, такой женщине нужно показаться специалистом. Ну, то есть вы считаете, что это прям неправильно? Настолько ограничивать? Витя, я так понимаю, что она просто заботится о здоровье ребенка, чтобы он не зависел от соцсетей, не портил зрение, не портил осанку. Мы с этого начали. Любая избыточность вредит. Понимаете, если что-то долго запрещать, возникнет эффект пружины. То есть если человека действительно ограничивать и дистанцировать от некоторых вещей, которые, ну, объективно на сегодняшний день необходимы в жизни современного человека, он рано или поздно к ним придет, но может прийти кривым путем. Я напомню, что у нас в студии находится психолог Игорь Белоусов, и мы сегодня говорим о гаджетах, но в частности о компьютерных играх. Скажите, Игорь, а вообще компьютерные игры могут стать поощрением какого-то воспитательного процесса, вот общения как раз вот с ребенком? Ну, честно говоря, я резкий противник подобного рода дрессировки. Это, так сказать, в псевдопедагогической литературе уже имело место быть, то есть пытались поощрять, так сказать, достижения в учебе, там, вынес мусор, мусор получил 5 рублей и так далее. То есть вот такой механистичный взгляд на взаимоотношения детей и родителей, он приводит к довольно тяжелым последствиям. Разговоры с психологом, они все-таки, знаете, пространные. Вот мы вроде хотели поговорить о чем-то одном, а получилось, что вот так вот много всего наобсудили. Как-то все-таки хотелось бы резюмировать. Вот вы, как психолог, что думаете по поводу компьютерных игр, я не знаю? И социальных сетей. Может быть, вы дадите какую-то рекомендацию родителям, которые прямо сейчас мучаются и переживают, что их ребенок все время вот играет в эти игры компьютерные и не знает, что с ним сделать? Ну, конечно, нужно держать руку на пульсе, конечно, нужно контролировать, и должна быть реальная альтернатива. Понимаете, если ничего не предлагать, а просто запрещать, ну это абсурд. Если, вот у меня масса знакомых, мало у кого возникают подобного рода проблемы, потому что утром ребенка везут на хоккей, понимаете? Дальше у него день фактически расписан. Школа английского, курсы, еще что-то еще. Конечно, о чем речь? То есть, если родители заботятся о будущем своего ребенка, если они действительно занимаются воспитанием, если ребенок растет в любви и понимании, о чем тут речь? Ну что, я думаю, нам всем стало немножечко понятней. У нас в гостях был психолог Игорь Белоусов. Друзья, нужно контролировать, но также все-таки доказать ребенку, что есть вокруг реальный мир, и он реально интересный. Ну, кстати, через полчаса у нас в студии появится врач-окулист, окулист, офтальмолог детский, который расскажет, как правильно делать зарядку для глаз, чтобы, собственно, смириться и жить с гаджетами, которые вокруг нас уже находятся с утра до вечера. Ну а прямо сейчас мы узнаем, куда отправиться в Екатеринбурге, чтобы с пользой и с интересом провести свободное время. Редактор субтитров А.Семкин